В семинаре приняли участие представители Министерств государственных ведомств, субъектов Российской Федерации, а также руководители религиозных объединений и общественных организаций. От Екатеринодарской епархии участие в семинаре принял руководитель отдела религиозного образования Протерея Александр Игнатов. В семинаре приняла участие руководитель правового управления Московской Патриархии Игуменя Ксения. В своем выступлении она рассказала о принятых протокольных решениях Комиссии по вопросам религиозных объединений, которая состоялась в апреле этого года. В 2020 году был принят 172-й федеральный закон, вносящий поправки в налоговый год с Российской Федерацией. И по подавству святейшего патриарха этим законом религиозные организации были освобождены от обязанности уплачивания налоги, анансовых платежей, а также страховой износ на обязательное пенсионное социально-медицинское страхование на период с апреля по июнь 2020 года. Наши законы на тот же период, с апреля по июнь 2020 года, освободил от этой обязанности целый ряд других организаций. Это организации, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, организации, включенные в реестр с НКО, получателей грантов и субсидий в соответствии с основанием правительства России номер 906, и организации, включенные в реестр НКО наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Я имею в виду постановление правительства номер 840C. Позднее, 7 ноября 2020 года, отдельным постановлением правительства номер 1791, были внесены поправки 409-е постановление, согласно которым всем вышеперечисленным организациям, кроме религиозных, была предоставлена отсрочка от уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов на обязательно пенсионное, социальное, медицинское страхование на срок от 3 до 9 месяцев. При этом нас забыли. И в этот период, и в этот период, и в этот период, и в этот период религиозные организации. При том, что 409-е постановление отнесло к таким организациям, получившим право на вот эту отсрочку, организации, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного бизнеса, в сфере отдыха и развлечений, туристические агентства, зоопарки, парикмахерские, салоны красоты. Только религиозные организации не попали под эту отсрочку. И ограничивались мы освобождением от уплаты страховых взносов только на период с апреля, по июнь, 20-го года. Всем остальным на 9 месяцев, простите, отсрочка была проведена. И вот этот вопрос, чтобы поставили на правительственные комиссии, было предложено все-таки распространить эту проблему на религиозной организации, было дано соответствующее протокол неоткомащение. Оно до сих пор не не было. Никакого продвения отсрочки. Мы называем тема по зарплатному кредиту, о которой вот сейчас очень много говорили. Действительно, на основании постановления правительства Российской Федерации номер 696, 16 мая 2020 года, сформированный реестр с НКО, которым предоставлены на срок не более одного года, безвозвратные банковские кредиты, банковные ставки 2% на покрытие расходов по зарплате работы. Мы слышим, что с 1 января до 2022 года будет единый реестр этих с НКО. Но суть-то в чем? Ведь этот зарплатный кредит получают только те с НКО, которые с 2017 года являлись или не являются получателями грантов и субсидий. А все остальные, у нас большинство религиозных организаций субсидий и грантов не получают. И получается, они не могут воспользоваться зарплатным кредитом. Хотя мы неоднократно обращаемся, обращался и Святейший Патриарх, и Межрелигиозный Совет России, и правительство, и другим органам. Стоило распространить эту меру государственной поддержки на все религиозные организации. Потому что в связи с пандемией у нас сократилось количество прихожан, а следовательно, и объем добровольных пожертвований, которые являются основным источником существования религиозных общин. Кстати, зарплатным кредитом, помимо реестровок с НКО, пользуются все частные школы, все благотворительные организации. Почему нельзя отнести религиозные организации? Нельзя включить в эту течню. У нас возникает вопрос. Представители фонда президентских грантов рассказали о проектах, которые могут участвовать в конкурсе, а также показали презентацию сайта, на котором можно осуществить регистрацию своего проекта для участия в программе. На совещании было обозначено, что президентский фонд культурных инициатив также принимает заявки на участие в конкурсе. И уже 74 региона России в этом году получатся финансирование на конкурсную поддержку. Религиозные организации могут более активно участвовать в грантовых конкурсах, что позволит укрепить духовно-нравственное состояние в регионах нашей страны, в том числе на территории Краснодарского края.